Меры поддержки компаний, которые занимаются строительством жилых домов, сегодня обсудили на заседании Совета депутатов. На какие льготы могут рассчитывать застройщики, расскажем далее. Заседание Совета сегодня началось с торжественного момента. Поздравление с днем рождения от главы Серпухова, депутата Московской областной думы Татьяны Корзубовой и коллег по совету принимал председатель Игорь Ермаков. Здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, добра, то, о чем вы мечтаете, чтобы у вас все совершилось. Чтобы каждый день вас радовало, чтобы коллеги радовали, семья была в благополучии и в здоровье. Вы человек очень устремленный, целеустремленный, человек, который всего достиг в жизни сам, своим умом, своими руками, своим сердцем. И все равно хочется пожелать, чтобы все равно были желания, которые должны сбываться, мечты и, конечно, планы, которые тоже должны свершаться. Все наши планы совместны. Далее перешли к повестке. Первым рассмотрели вопрос об установлении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и предоставляемые застройщикам для реализации масштабных проектов. Прокуратурой Московской области был подготовлен и направлен в адрес органов местного самоправления Московской области модельный нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление земельных участков, находящихся именно в муниципальной собственности. Внесенный проект решения Совета депутатов городского округа Серпухов предусматривает установление арендной платы за земельные участки муниципальной собственности в случае предоставления юридическому лицу, в которых заключено соглашение о реализации крупного масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего реализацию прав граждан, участников долевого строительства, в размере земельного налога за соответствующий земельный участок. И публично-правовой компанией Фонд развития территорий в размере 1 рубля за квадратный метр в год, но не выше размера земельного налога за соответствующий земельный участок. Такая мера облегчит финансовую составляющую для застройщиков, кроме того, обеспечит страхование участников долевого строительства от возможных рисков. Еще один вопрос – принятие в муниципальную собственность из федерального недвижимого имущества, контрольно-пропускного пункта и дезинфекционные ванны, расположенных на полигоне Лесная. Это необходимо для проведения работ по рекультивации. Как мы обещали, как мы и будем делать, в этом году 8 минут приступили к рекультивации. Всего депутаты рассмотрели 5 вопросов. Некоторые правовые акты привели в соответствие с действующим законодательством.